всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня будет видео макияж с новинками бюджетной косметики которые я приобрела за последний месяц наверное мы с вами сделаем вот такой вот макияж который принципе для меня это ежедневный макияж так что кому интересно такая тема продолжать смотреть итак приступим к макияжу я уже нанесла свой обычный уход первые продукты первые новинки которые я вам хочу показать это от марки кико я сделала заказ на самом деле я очень хотела сделать заказ корейской косметики но вот такие вот мы девочки да и в итоге заказала себе кое-что от марки кико первый продукт который я заказала который является я так поняла хитом на него очень много положительных отзывов это вот такой праймер он же фиксатор то есть его можно наносить в качестве праймера то есть качестве базы под макияж и также фиксировать макияж что я и делаю внутри находится какой-то шарик который я не знаю что там делает наверное что-то смешивает между собой в общем нужно встряхнуть и нанести все это дело на лицо мне очень нравится а достаточно только мелкое распыление действительно продлевает стойкость макияжа с целый день никуда ничего не плывет все замечательно мне очень сильно нравится следующий продукт который я вам хочу показать это вот такая тональная основа это увлажняющая тональная основа у меня в оттенке 05 это не самый светлый оттенок вообще мне понравилось очень что огромный выбор оттенков вы можете подобрать более такие розовые более желтый потом или нейтральный потом вообще очень классно она достаточно жидкая и наношу я ее кистью своей от бобби браун я пробовала носить спонжем я пробовал носить руками и так и так она наносится отлично кожа сухая и поэтому для меня увлажняющая тональная основа это что называется самое она но я читала отзывы прежде чем заказать эту тональную основу других девочек и девочки у которых комбинированная кожа жирная кожа кожа которая имеет расширенные поры им эта тональная основа не подошла она у них плывет концу дня появляется жирность ну я могу сказать что эта тональная основа увлажняющая именно на сайте так и написано что тональная основа увлажняющий и ждать от нее что она подойдет жирной кожи или комбинированной мне кажется не стоит я не скажу что эта тональная основа хорошо перекроет какие-то несовершенства вашей кожи но при этом она очень хорошо выравнивает тон кожи она очень хорошо подстраивается очень нравится в этой тональной основе и получается эффект такой кожи то есть эта тональная основа не видно на коже я обожаю такой эффект если у вас есть какие-то сильные несовершенства это все не перекроет эта тональная основа но для таких вещей я использую обычно консилер или корректор для ежедневного макияжа мне не нужны плотные текстуры поэтому я обычно выбираю что-то более легкое каким бибиси крема и так далее но как вы видите красноту на лбу она перекрыла не сильно конечно а вот эту красноту но эту красноту меня обычно перекрывает только какие-то плотные тональные основы которые я не люблю использовать да кстати насчет вот этого праймера фиксатора когда вы наносите на лицо именно под макияж немножечко такое как липкая и за счет этого наверное держится хорошо тональная основа и мне очень нравится дальше я буду оформлять брови не новинкой я вам уже показывал это средство это у меня вот такой что это помадка наверное для бровей от марки essence показывала вам тоже его у меня в 0 первом оттенке который идет якобы для блондинок но мне кажется для блондинок эта вещь не подойдет потому что он достаточно темный какой эти волоски моих бровей они черные природы и если я наношу что-то темное то у меня вообще как получается такое вид злого лица я бы так это назвала значит буду наносить это средство кисточкой от марки риф гош очень я смотрю сейчас риф гош пиарит вот эти свои кисти это марка называется номер один вот такая кисточка она мне не нравится потому что вот эта часть у нее очень толстая вот это который вы наносите очень удобно наносить в общем хочу себе приобрести другую кисть но не знаю что могу сказать по поводу вот этой помадки я не скажу что она мне нравится потому что она крошится это даже можно заметить видите нужно постараться чтобы не накрасить вот но так как у меня не сильно не густые брови то она в принципе мне подходит держится целый день то есть мне это тоже очень нравится то вот она оставляет иногда комочки вот видите заметно нет и комочек такой на волосках ну в общем это все конечно можно вычесать ну то есть это такое средство которое нужно постараться чтобы накрасить хорошо брови вот таким образом у меня получается брови я в принципе ну стараюсь и как-то под выровнять не всегда это у меня получается сейчас конечно когда села снимать макияж это получается еще меньше но у меня даже не получится потому что я постоянно то одну бровь подымают а вторую бровь подымаю поэтому у меня с этим далее я буду делать макияж класс то есть как вы видите я нанесла тональную основу и даю ей как ну как время усесться что ли не знаю таким образом мне нравится мне нравится больше именно так делать макияж на веке вот такой праймер от никс водостойкий праймер он мне очень нравится он хорошо держит тени на жирном веках в том числе хотя я слышала отзывы что на веках он плохо держится но не знаю мне нравится как он держит тени все тени хорошо держится с ним в течение не знаю всего дня мне нравится эта база и цена у него достаточно бюджетная я считаю снимается снимаются тени несмотря на то что это водостойкий продукт принципе обычным средством для снятия макияжа мицеллярной водой или то есть не надо специально какие-то водостойкие средства приобретать и на все века я буду наносить продукт который мне очень нравится это марка катрис вот такие у меня однушки классные тени у меня были вот именно в однушках мне очень нравятся тенюшки от катрис это у меня такие матовые ну как они такие слегка с розовинкой идут значит это у меня оттенок 020 мат наносить буду полностью на все века кисточкой зоева и кстати вот марки катрис мне нравится именно тени мне нравятся помады от марки катрис я как-то пробовала а вот что касается тональных основ и консилеров к сожалению нет возможно это потому что моя кожа сухая и для меня наверное по типу кожи не подходят продукты вот этой марки они подчеркивают шелушение вообще заметны на коже я такого не люблю я уже потом говорила но тени просто потрясающе они мне очень нравится мне кажется для их цены это очень хорошо то есть я просто вот этими тенями выравниваю полностью века консилера никакие на верхние века я не ношу не наношу потому что иначе у меня тени скатываются почему-то на консилеры не знаю может потому что я никогда не беру консилеры которые идут для жирной кожи вот я всегда беру какие-то увлажняющие что-то в этом духе далее а у меня тоже не бюджетные продукты к сожалению но замены бюджетных я ничего такого не приобретала просто потому что мне столько не надо значит у меня палетка от ив сен лоран это 0 1 до это единичка вот такая здесь хайлайтер и корректор но я его еще использую в складку века мне нравится хайлайтер не нравится корректор нравится очень кстати корректировать им я буду тоже сегодня и в складку века буду наносить вот этот оттенок сразу же одновременно я буду растушевывать этот оттенок вот таким образом у меня получается и дальше я буду брать палетку у меня это от дольче габбана это номер 100 я просто и и честно скажу добиваю вот такие тут оттенки мне не нравятся эти тени честно признаюсь потому что они пылят они не знаю они плохо держатся и вообще вообще они мне не нравятся честно признаюсь набирать вот этот коричневый оттенок который такой но достаточно капризной на нижнем веке он смотрится неплохо а вот если делать какой-то макияж то он будет растушевываться в грязь и мне это очень не нравится набирают оттенок и буду наносить его на нижний век и немножечко я как бы под вытягиваю потом эту часть буду растушевывать пигментация хорошая но оттенок такое серовато-коричневые немножечко такой грязноватый я бы сказала на нижнем веке мне нравится как смотрится я буду набирать из этой же палетки черный оттенок и просто его накладывать на ресничный край верхних верхнего века скажем так для того чтобы просто подчеркнуть мне так нравится я обычно это делаю карандашом но карандаша у меня сейчас нету хочу добить эту палетку поэтому использую эти тени и почему я не наношу консилер перед тем как начинать красить глаза именно потому что тени от дольчика бана они осыпаются и я потом смахну то что осыпалось особенно вот эти черные и буду уже наносить под глазки консилер ну и плюс я люблю измазаться тушью поэтому да и снова вот этой же кистью которая наносила на складку века я вот эти вот уголочки немножечко подрастушую используя все тот же оттенок в этой же палетке есть вот такой светлый оттеночек и его я буду наносить на центр и в уголок глаза а также немножко под бровь этот белый оттенок он такой немножко с блестками сейчас я хочу вам показать новинку туши которые у меня появились они тоже достаточно бюджетные я снова повторила вот этот тушь от eva мозаик она мне очень сильно понравилась это хай течь 3d объем вот такая вот тушь очень классно прям вот любимка моя стала кто любит такие прям объемные драматические ресницы я вам очень ее советую и также у меня появилась вот такая тушь я решила попробовать и тоже от его мозаик называется зум лошис взрывной объем 5d насыщенный черный цвет хорошая тушь я сейчас буду ей как раскраситься но единственное что она делает не вот такие ресницы как вот это тоже да а такие более разделенные более пушистые более такие красивые но в ней есть один существенный минус и вот это тушь кстати вот у меня чек из риф гоши и покупала я в риф гоши она стоит 356 рублей вот этот тушь значит существенный минус у нее заключается в том что она для тех кто носит линзы или для тех кого чувствительные глаза в общем она когда попадает в глаза она начинает щипать и для меня человека который носит линзы это непростительно просто быть во всем остальном какие ресницы делает мне очень понравилась эта тушь но вот такой существенный минус я и простить не могу ну и сейчас я накрашу реснички этой тушью и вернусь к вам вот такие вот потрясающе на мой взгляд реснички делает этот уж она их немножко подзагибает наверх она прям такая насыщенно черная то есть эффект на ресницах мне очень сильно нравится сейчас я покажу вам щетку щетка такая достаточно объемная то есть маленькие реснички в уголочках она конечно не прокрасит но в общем и целом очень мне понравилось это тушь в плане того как она выглядит на ресницах также она не размазывается не растекается но вот этот минус в том что она щипет глаза если попадает в глаза да то это конечно просто нет нет не повторю ее еще раз а вот с этой тушью такого нет вот странно я буду наносить консилер у меня вот такой от марки катрис в оттенке здесь почему-то не указан оттенок написано просто анти шедоу что могу сказать по поводу вот этого консилера я его покупала достаточно давно но только когда когда у меня появилась кисть от зоева вот такая именно вот такая которая на конце имеет такую дуа фибру она маленькая немножко плоская только с этой кисточкой данный продукт работает хорошо не со спонжем не с какими другими кистями этот продукт просто под просто какой-то ужасный становится почему потому что он заметен на коже он проваливается в морщинки он я не знаю то есть получается у вас лицо и здесь такой консилер который очень заметен и мне это в нем не нравится а вот с этой кисточкой если наносить тоненьким слоем аккуратненько то выглядит все очень даже неплохо поэтому я сейчас им пользуюсь сейчас мне подходит по оттенку и да то есть посоветовать этот продукт я не могу только потому что я считаю что покупать бюджетный продукт и потом покупать к нему достаточно дорогую кисть но я не вижу в этом смысла поэтому мне этот продукт ну так не особо нравится вот я буквально чуть-чуть макаю сюда и просто для того чтобы даже наверно освежить немножко осветлить зону под глазками хорошо его надо растушевывать иначе он будет заметен держится до целый день но найти это не то что вот то есть продукт очень сильно капризной но если брать его стоимость дала достаточно бюджетную то конечно может быть и да то есть видите он неплохо осветляет неплохо как бы делать такой взгляд более отдохнувший более красивый но это только этой кисточкой а любым другим способом пальчиком например нам по крайней мере на моей коже он не работает поэтому мне не понравилось если честно данный продукт еще этого продукта немножко нашу на подбородок чтобы выровнять так сказать цвет тона лица немножко вот сюда потому что здесь у меня появляется краснота теперь я буду делать коррекцию зиму не бюджетные продукты не новинку к сожалению да вот это от и всем лоран который я вам показывал вот им будем делать рисовать скулы которых на самом деле у меня нет я делаю это тоже немного я не делаю такие знаете что прям ярко более видны вот вот так вот слегка и остатками чуть-чуть на носик вот сюда и теперь поверх этого всего я буду носить бронзу это тоже новинка и это а мне дали в подарок не очень сильно понравилось при заказе от 3000 на сайте вот этом кико мне дали вот такую замечательную шую палетку в подарок который находится бронзер румяна и хайлайтер но хайлайтер он классный но сейчас он не не подходит потому что видите он прямо такой желтый-желтый и сейчас он заметен на лице так как кожа более светлая но я думаю что летом это будет просто моя любимка потому что обычная сейчас хайлайтер используют этот диоровский и он именно летом слишком светлый вот на лето это будет супер вариант оставлю ссылки в инфобоксе на все продукты даже которые не являются новинками я постараюсь их найти и оставить вам внизу в инфобок этот бронзер кстати очень классно он имеет внутри такие видите вот заметно такие золотистые блестки и когда я первый раз увидела эту палетку вот когда она ко мне пришла наношу кстати вот эта кисточкой который заказывал на херп который мне очень сильно нравится девочки я вам всем ее советую так и вот чуть-чуть набираю и буду наносить вот так сюда и на лоб немножечко когда увидела эту палетку я подумала что вот эти золотые блестки будут на лице очень сильно заметны но когда я их растушевываю я не стал либо не на кисточке останется либо я не знаю куда они даются но на лице их нет этих золотых блесток просто на лице есть такой хороший красивый перелив вот я даже не знаю как это объяснить вот ну очень мне понравилась эта палетка я бы сама бы ее не заказала они на самом деле ну потому что она как бы кажется такой знаете какой-то дешевые непонятные непонятные какие-то оттенки но спасибо большое за то что мне положили в подарок я смогла познакомиться и мне очень понравилось вообще вся косметика марки кика мне очень понравилось из того что я заказала и я очень довольна так дальше на щечке я буду наносить а вот эти же румяна которые находятся здесь очень тоже классный оттенок на такую светлую мне очень понравилось я вообще люблю румяна и без них ну считаю что у них на мое лицо какое-то очень бледная кажется нашего такой кисточка вот реал техникс она мне очень нравится тоже и наношу вот таким образом на щечке немножечко растушевываю вот посмотрите да с румяшками без румяшка без румяшки какая-то как не заболевшая когда не наношу если румяна нет как-то такое было не мама такая нота что себя плохо чувствуешь что вот так что до румяна я обожаю для меня вообще вот самое главное это тушь и румяна я могу пойти без тона я могу пойти без не знаю без помады спокойно прожить но без румян и без ресниц я не могу жить хотя они стойкие все эти продукты держатся целый день и мне это очень очень нравится сейчас я наношу чуть больше потому что я буду растушевывать все это тело а растушевывать я буду как раз таки метеоритами ангеллен и я буду немножечко растушевывать эти границы которые на камеру это не сильно видно но буду немножечко как бы границы растушевывать то есть какой эти пудры я особо не пользуюсь вообще как я обратила внимание на марку кика потому что я увидела во-первых рекламу там яндексе была рекламировала вот этот ихный сайт официальной марки куку и вспомнила что у кого-то из блогеров я тоже когда-то видела хорошие отзывы на эту марку и думаю ну почему бы не зайти не посмотреть и стала читать еще отзывы и очень много девочек хорошо отозвались именно о пудре я у нее тоже ссылку оставлю что девочки скомбинированы жирной кожей очень ее хвалят потому что она матирующая очень делает такой прям красивое лицо в общем но пудрами я не пользуюсь потому что у меня сухая кожа метеорит мне как-то с метеоритами больше нравится метеорита я всегда вы тоже наношу на шею чтобы было так как бы они вот эти метеориты они как выравнивают кожу как фотошопят ее немножко можно так назвать хотя я смотрю бум на метеориты уже прошел но мне мне не нравится я продолжаю пользоваться их хватит я не знаю на всю жизнь потому что сколько я им уже пользуюсь у меня они даже под заканчиваются но все равно еще есть несу на лицо немножко хайлайтер и хайлайтер у меня это от диор вы видите он такой светло-розовый поэтому мне как раз на лето не подойдет когда будет загорелая кожа я не делаю такого же знаете из космоса было видно нашу над верхней губой как и все эту галочку немножечко на носик чуть-чуть совсем то сети даже на камеру мне кажется незаметно что я нанесла что нанесла но чуть-чуть я потому что не люблю когда сильно уж прям такой блеск идет и немножечко я ношу сюда на подбородок сейчас я хочу вам показать новинки вот такое вот у меня количество новинок для губ ужас что-то я разошлась честное слово сейчас на крошку бы вот такой мои новинки от его мозаик я решила попробовать что-то другое кроме туши кстати мне в подарок в риф гоши далее вот такую видите подарок вот остальные помады я вам уже покажу поближе при другом освещении наверное значит вот такая жидкая помада блеск наверно еще скажу сколько он стоит 237 рублей вот такой замечательный оттенок внутри содержатся блёсточки и ну как-то я не смогла пойти мимо это знаете последнее время у меня для губ 50 оттенков красного вот так бы я бы сказала один оттенок красного который мне очень хочется себе приобрести но я не могу объяснить даже на словах какой оттенок красного я хочу вот он у меня есть в голове но как его объяснить я не знаю просто нужно найти в общем я в поисках но надо немножко притормозить и мне осталось купить карандаш на что хочу сказать по поводу вот этого блеска в принципе как и тот который мне дали в подарок его все-таки нужно использовать с карандашом потому что он здесь в уголках куб немножечко растекается мне это не особо нравится вот но во всем остальном он мне очень сильно понравился понравились даже блестки вот эти которые не чувствуются в эту помаде он немножко липкий вот он немножко здесь растекается то есть такой полупрозрачный ну да вот видите то есть его нужен карандаш и я сейчас хочу пойти купить себе только карандаши под вот эти два блеска от девы потому что да и вот этот блеск ну жидкая помада блеск я не знаю как это назвать внутри содержат блестки разных цветов и не это очень сильно нравится потому что на солнышке это выглядит просто потрясающе здесь как фиолетовые такие золотые блу блестки то есть очень классно смотрится мне очень нравится понравился этот блеск он не стойкий он не переживет ни чашку кофе не какой-то мелкий перекус да но выглядит он мне кажется классно верху завершение макияжа я конечно же нанесу вот этот праймер и он как бы знаете вот такую припудренность даже как-то вот границы какие-то макияжа он делает более такими мягкими кожа более такая как будто бы это ваша кожа то есть мне очень понравился этот праймер я его очень сильно рекомендую также из новинок у меня появились три помады почему три потому что там была акция не знаю сейчас она есть или нет что приобретаете две и третью вам дают в подарок вот такие вот оттенки я приобрела что могу сказать по поводу вот этих помад эти помады девочки достаточно капризные при нанесении но они держатся целый день они переживут перекус они переживут они все переживут и вы еще потрудитесь чтобы вечером их смыть с губ при этом губы не сушит в чем трудность при нанесении и его вот эти помады в особенности вот эти светлые нельзя наслаивать то есть если вы это сделаете а я однажды это сделала то будут прямо такие комочки на губах и сами вот эти помады невозможно носить без вот этого блеска почему потому что эти помады они очень сильно липкие то есть они прям вот липкие липкие но когда съедается сам блеск уже они не липкие мне очень понравились эти помады я уже выставляла фотографии с этими плотами в instagram кому-то понравился вот этот оттенок кому-то вообще эти оттенки не понравились но мне не нравится мне кажется на лето вот это конечно более вечерний такой вариант или под какой-то определенный наряд но она на лето вот эти я думаю станут моими просто любимками хотя их и сейчас с удовольствием тоже ношу и конечно у меня появились новиночки две от марки мэйбелин тоже вам покажу все это при дневном освещении поближе но не могла я пройти мимо стенда с мэйбелин потому что это просто классная помада и теперь у меня в коллекции их аж целых четыре и я хочу еще честно признаюсь и я знаю что мои подписчики девочки кто попробовал вот эти помады тоже остались в восторге кто-то мне писал что уже давно ими пользуются но вот для меня открытие спасибо продавцу консультанту который мне их порекомендовал давайте начнем этот который я сейчас нанесла в макияже это номер 13 обычный спонжик и вот такой имеет слегка фиолетовый оттенок к сожалению камера именно на моих губах не передает но на сочи он действительно такой видите разные блестки имеет и розовые и золотые классный блеск но требует карандаш если вы присматриваетесь к блескам от его мозаик советую подбирать сразу с карандашом точно такая же история вот у этого он уже такое красновато с рыжиной небольшой классно смотрится на губах но также требует карандашик поэтому я буду подбирать карандаш и это у нас оттенок 38 далее две новинки от мэйбелин 835 оттенок давайте начнем с него вот так вот он выглядит такой ягодный наверное оттенок 835 повторюсь очень классно будет на лето на качество помад конечно остается не всяких похвал и оттенок 165 он имеет в себе золотые блестки при этом сама помада смотрится на губах такая красновато ведь они даже чем-то наверное похоже только вот это имеет золотые блестки которые не ощущаются на губах но когда вы наносите эту помаду дома есть такой небольшой как сказать ну то есть она более сухо наносится вот это с блестками нежели та вторая далее вот эта троица от кика это значит идет основа с пигментом посмотрите просто это насыщенный пигмент классно который высыхает и становится матовым и вот этот кстати оттенок менее капризный чем два светло номер 106 дальше оттенок 112 вообще это вариант помад лично для меня которая вот когда вам нужно не поправлять макияж то есть нужно наносить в один слой не наслаивая вот этот пигмент и сразу нанести хорошо ты чтобы он не пришивил когда они подсыхают смотрят немножко как замазка такая но сверху наносите блеск и помады просто супер и дальше у нас оттенок идет 111 он такой же более розовый но все равно при этом достаточно яркий такой ведь очень удобный спонж вот такой вот у него а сам блеск уже наносится непосредственно кисточкой вот так вот они выглядят очень классно очень понравились эти помады я прямо все души рекомендую особенно вот эту на вечер мне кажется вообще потрясающе ну да то есть видите немножечко капризной то есть надо хорошо сразу кисточкой распределить и нанести сверху блеск и все и вы забыли о том что нужно вообще подкрашивать буду я надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным интересным не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх мне очень приятно когда вы ставите лайки когда вы оставляете свои комментарии всех люблю целую и до новых встреч